Здравствуйте! В эфире сейчас в регионе самые интересные и актуальные новости в студии Олеси Кокина. На набережной Георгия Седова в Соломбале большой ремонт. Горы строительного мусора с берега будут убраны и в течение трех лет горожане смогут наблюдать за грандиозной реконструкцией. Будущее преображение набережной от улицы Кедрово до Маяковского стоит полмиллиарда рублей. Областному бюджету помог федеральный центр. Первая свая будущей защитной стенки забита сегодня. Почти 3000 тонн металла помогут сохранить береговую линию. Это будет благоустроенная территория. Это будет двухуровневая набережная с необходимыми спусками и съездами, с зонами отдыха, благоустроенными зелеными участками, вазонами для цветов, с камьями для отдыха, с пусками к воде. То есть это будет сооружение, которое удовлетворяет самым современным требованиям. В течение года строители возведут почти километр защитных сооружений. А уже в 2019 году набережную благоустроят. В Котласе официально завершен отопительный сезон. По сравнению с прошлым годом он закончился на 19 дней позже. Причина неустойчивая и прохладная погода. Сегодня синоптики обещают в Котласе всего 7 градусов тепла. В связи с чем решено сделать исключение для учреждений социальной сферы. В первую очередь детским садам города предложено оперативно сообщать о необходимости подачи тепла в здание. Увидел свет пятый заключительный том Поморской энциклопедии. Он посвящен городам, районам и людям Архангельского Севера. Пятый том оказался самым объемным. В нем 1007 страниц и более 2900 статей. Теперь в историю региона вписаны имена уроженцев Архангельской области, среди которых 3 героя России, 132 героя СССР, 14 кавалеров Ордена Славы и 90 героев социалистического труда. Это же огромная исследовательская работа, во-первых. Во-вторых, это поиск авторов, которые заинтересованы в нашем крае, которые любят краеведение, которые знают людей, делавших историю, делавших в районах судьбы районов. Напомним, работа над Поморской энциклопедией велась более 20 лет. Со временем все пять томов будут доступны в электронном виде. Их оцифровка уже началась. К другим темам. В областном центре активно работает программа по замене водоразборных колонок. За три года вместо старых приспособлений для подачи воды, а таких сегодня в Архангельске 350, водоканал планирует установить новые колонки с подогревом и электронным доступом. Пока в городе работает только одна такая колонка в Соломбале. Колонка на Ленинградском 133 давно заброшена. Жителям местных деревяшек которым не подведено водоснабжение, приходится постоянно закупать живительную влагу. Впрочем, и раньше было не лучше. Летом воду из колонки каждый день набирали дачники, а за большие водопотери расплачивались местные жители, плюс огромные очереди. Подобные проблемы до сих пор испытывают жители дома 36 по улице Дачная, рядом с которым установлена колонка. Люди просто не понимают, что мы платим за эту колонку деньги. Они с этими бидонами набирают целые бидоны. То есть смотришь в окошко, чтобы улучшить момент, чтобы прийти за эту колонку. Так-то, конечно, ключ бы помог очень хорошо бы. То есть они бы уже знают, что здесь ключ, то есть только для местных, все, они уже останавливаться бы не стали бы. Но вскоре здесь все изменится. Обе колонки попали в список на обновление. Уже в этом году работники водоканала вместо старых установят по адресам новые электронные колонки. Это электронная колонка, которая, во-первых, обогреваемая, во-вторых, она имеет электронный ключ доступа. С помощью этого электронного ключа абонент подходит, прикладывает карточку, осуществляется налив и учет объемов потребляемой воды. А еще колонка, что называется антивандальная и работает практически при любых погодных условиях. Пока в городе установлено только одно электронное устройство для подачи воды в Соломбале. Оценивая работу колонки по пятибалльной шкале, ей смело можно поставить самую высшую оценку, говорят специалисты. В течение всей зимы у нас ни разу не было прекращения подачи воды по данной колонке, что, собственно, позволяет говорить о том, что задача или цель, которую мы преследуем, она выполнима. Люди, которые получили электронные ключи от данной колонки, это жители ближайших кварталов, в течение всей зимы у нас не поступило ни одной жалобы. В планах у водоканала в этом году заменить около ста колонок, в следующем еще двести. Полностью завершится процесс модернизации в 2019 году. Вадим Федосеев, Ольга Красулина, Архангельское телевидение. И в продолжении. Водоканал информирует. Из-за проведения ремонтных работ сегодня после 18.00 будет организован подвоз воды к домам, расположенным по улицам. Пушкинская, Берговиново и Красных Маршалов. К другим темам. Красноборская прокуратура выявила интернет-сайты, где давались подробные инструкции о зачислении в ВУЗ за взятку. А именно механизм передачи вознаграждения учителям и преподавателям при поступлении и сдаче экзаменов. Распространение подобных материалов запрещает федеральный закон о защите информации. Между тем, сегодня в интернете можно найти массу ссылок о неофициальном поступлении в ВУЗы. Теперь как минимум на три их станет меньше благодаря оперативным действиям сотрудников Красноборской прокуратуры. Районный суд удовлетворил заявление прокурора о признании запрещенной к распространению на территории нашей страны информации. Теперь слово за Роскомнадзором, который должен решить вопрос о блокировке выявленных сайтов. И вниманию автомобилистов! Из-за ремонта участка теплотрассы с 1 июня до 16 июля будет перекрыто движение по улице Гагарина со стороны дома 39 от улицы Розинга до проспекта Обводный канал. Продумывайте свои маршруты заранее, чтобы избежать пробок. И вот такую картину наблюдали наши зрители на трассе М8 недалеко от Брин-Наволока. Автопутешественники остановились на дороге отдохнуть, когда из леса к ним вышел медведь. Косолапый был настроен весьма мерулюбиво и не пожелал долго общаться с людьми. Осмотрев окрестности, ушел обратно в лес. Стоит заметить, что медведи все чаще стали выходить не только на дороги, кое-где и в области их видят даже в деревнях. Если вы сумели снять интересное видео, присылайте его к нам в редакцию или в нашу группу ВКонтакте. Мы покажем ваше творчество на весь регион. Итоговый выпуск дня смотрите в 19 часов 20 минут на телеканале ТВ-Центр. До встречи!